Стёпка, ты главное ей не шевелись, щас мы эту крысу у тебя на башке когтем, стой просто на месте, не двигайся! Нет, нам мелки подержи, это, Стёпа, у тебя немножко вот это, усики пригорели, а крыса как сидела, собака, так и сидит дальше! Генка, сломай-ка ты, пожалуйста, вот эту вот наковальню, которая вот здесь возле Стёпы стоит, только медленно, без лишних движений, давай-давай, пошёл, ломай быстро и забирайся на крышу над Стёпой! А ты, Стёпа, самое главное, не шевелись и не двигайся, давай, давай быстрее, Гена, чуть тянешь кота за причиндалы! Всё, Стёпа, будет хорошо, и ты, ты поправишься сейчас, главное, эту крысу когнуть как можно скорее, Гена, быстрее там, давай, я не смогу тянуть вот это, давай, быстро, наковальню в руки бери, а ты, Стёпка, главное, не двигайся, всё будет ха-ро-шо! Раз, два, три, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, пойдёмте в Стёпку проведаем. Ритка! Как он? Как себя чувствует? Идёт хотя бы немного на поправку, а? Стёп, ты как там? Вы, дебилы, вы, 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 вы что там устроили, а? Вы что с моим Стёпкой сделали? Да, Стёпка просто технику безопасности не соблюдал, я ему говорил там вот это, каску на голову надевать, у нас же вот эта стройка в моём новом доме происходит. Вот Стёпка, дебил, вот это, ходил, ходил по стройке, случайно кирпич на голову словил, а потом ещё наковальню. А потом ещё газовая труба взорвалась и лицо ему обожигла. Ну я тебе говорю, ты за своим вот этим мужем следи получше, вот это, Ритка. Стёпка вообще очень невнимательный всегда был, да, мужики? Ему срочно нужен врач, ну, 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 сделайте хотя бы что-нибудь. Да мы всё сделаем, что в наших силах, вот это вот, Ритка. Мы сейчас пойдём в мэрию к бомжаре и к Елене Ветрянкиной, надеюсь, что Елена Ветрянкина уже может хотя бы на работу выйти, а то она как бы единственный врач в этом городе. Всё, давай, Ритка, сиди там за Стёпой, мы скоро вернёмся, ага, давай. Господи, дурдом, вот я бы говорил, вот каски носите у меня дома и с вами такого вот не произойдёт, как произошло со Стёпой. Бедный, господи, Стёпа. Но зато мы крысу хотя бы кокнули, это уже в принципе хорошо, потому что она какая-то слишком дотошная, слишком какая-то хитрая оказалась. Всех остальных крыс мы просто из дома выгнали или там танком случайно взорвали, как это было в предыдущей серии. А вот это самая хитрая была, Стёпе на голову залезло, да, давай, заходи, заходи, Генка, чё ты на меня-то смотришь? Сейчас как раз-таки заодно придём, наведаем бомжару, Ленку, им уже точно должно стать лучше, Ленка же у нас получается месяца полтора назад родила, вот, сейчас, наверное, уже очухалась после этого всего. А вдруг уже даже на работу готова выйти, поэтому давайте вот аккуратно, тихонечко постучим, вдруг они спят, чтобы не разбудить. Я могу зайти? Ну, наверное, могу. Давайте, заходите, проходите сюда внутрь, смотрите, чё здесь происходит. Ага, счастье в семье здесь происходит, да? Так, детишки, а где ваши родители, если не секрет? Ага, ну, в принципе, понятно. Это, дверь, дверь закройте за собой, чтобы они отсюда, не, не, вот это, не сбежали. Ну чё, бомжара, это дети цветы жизни, да? Вижу, весело тебе здесь живётся. А мы, это, за, 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 за Леночкой пришли. Где Леночка? У нас там просто проблема, Стёпка в это, в беду попал, надо бы его вылечить. Слушай, а может нам в городе детдом построить? Я буду его первым посетителем. Ну, в принципе, хорошая идея, я так думаю. Я вот тоже в ближайшее время планирую Мелкого в детдом сдать. Если он в школу, наконец-то, не пойдёт учиться, да, Мелкий? В принципе, хорошая идея, бомжара, но, но нет, мы, мы не за детдомом пришли. Где Ленка? Ленке уже на работу выходить надо, там больные люди, а лечить их некому. У нас единственный врач в городе, это Лена. Ну, Ленка сейчас ещё отдыхает после родов, она ещё не готова выйти на работу. Очуметь! А то, я тебе говорю, а то, что у нас один врач в городе, тебя это не смущает, бомжара, я тебе давно говорил. Ты мэр этого города, ты следить за этим должен. А у нас одна маленькая больничка там стоит, и куда мне отправлять больных людей? Где они лечиться-то должны? Найди нам врача, я тебя прошу, бомжара. А, ну так, я уже всё сделал, кстати. К нам в город уже скоро приедет новый врач. Какой новый врач приедет? Ну, кстати, да, вы можете встретить его на автобусной остановке. Его автобус уже скоро приедет. Врача зовут Анастасия. Вы её сразу узнаете. Ага, Анастасия, новый врач, скоро приедет на автобусе на автобусную остановку. А, всё, 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 я всё понял. Так, Гена, забирай мелкого и на выход, на выход. Давай, всё, бомжара, тебе удачи тут давай справиться с тремя детишками-ребятишками. Ага. Дети, цветы жизни. А тем более, когда у тебя тройняшки, как я понимаю. Так, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, 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 давай, мелкий, этот, Гена, господи. Я с одним чертёнком вот этим мелким еле как справляюсь, а у бомжара их три вообще. Я ему немножко даже соболезную. Так, ладно, на автобусную остановку бежим и будем встречать нового врача, которого зовут Анастасия. Так, я надеюсь, мы с вами не опоздали и свой автобус ещё не просрали. Так, всё, идите сюда. И получается то, что будем ждать. У нас, конечно, в городе не так часто автобусы ходят, как хотелось бы. Ну вот, кстати, какой-то один приехал, и вроде из этих всех людей здесь у нас доктор новый какой-то. Здравствуйте. А вы случайно вот это не... Анастасия? Прям Настенька такая, да? Здравствуйте. А вы кто? А мы... Да так, никто, Настенька. Мы, в смысле, мы вас встретить приехали. Это нас мэр города сюда отослал, сказал, что вы новый врач, да? Вот мы приехали вас встретить. У нас беда в городе просто с моим лучшим другом. Ему этот кирпич на голову упал. А, ну хорошо. Я сразу, кстати, готова приступить к работе. Но перед этим мне нужно бы переодеться. А вот переодеться это хорошо, Настенька. Ну, в смысле, да, как бы форму врача же, да, надо переодеться. А то вы такая вот красивая, я вся приехала в платье каком-то. Слушайте, ну, разрешите вас пригласить ко мне домой? Можно переодеться там. И потом я вас отведу в больничку, покажу, кто больной, кого надо вылечить. Давайте, пройдемте за мной, Настенька. Не стесняйтесь, а нам бомжара даже не горил, что у нас в городе будет такой новый молодой врач. Да еще такой симпатичный, Настенька. Давайте, пока мы как раз таки идем, я вам небольшую экскурсию в нашем городе проведу. Вот это главная улица нашего города, да. Потому что единственная. Это самая большая достопримечательность. Вот, пройдемте дальше. А вот здесь вы можете наблюдать самый большой дом в нашем городе. Вот этот вот. Мой. Да. Здесь мой старый дом. Я как бы с него съехал недавно. В будущем он достанется моему младшему брату. Мелкому. Младший братик мой скоро подрастет, будет большим, Настенька. Пройдемте, если мелкий братик. Хорошо себя будет вести. И я его в детдом реально не сдам. Тогда этот дом будет его. А мы с ним недавно переехали вот сюда, Настенька. Настоящий дворец с бассейном. Сейчас тут у нас, конечно, ремонт проходит. Еще там, конечно, не все достроено. Вот как вы видите, у нас здесь вот этот эскаватор гору нам сносит, чтобы здесь больше места было. А здесь мы парковочное место потом построим. Заходите, давайте, в дом. И вот это не подскользните. Здесь у нас бассейн. И вот сюда добро пожаловать в мои скромные вот эти вот двухэтажные владения. Ага. Заходите, давайте, внутрь. Вот так вот. На мышеловке главное не становитесь. Не становитесь и на второй этаж. Проходите, давайте. Вот туда проходите. Проведите мелкие вот это. Кстати, как я вижу, о, кухню уже немножко достроили. Молодцы. Ремонт у нас здесь продвигается помаленьку. Налево там, Настенька, налево, налево заворачивайте. Да, вот эта вот комната. Ага. Разрешите. Да, убейте эти коробки сраные. Проходите, проходите, Настенька. Сейчас, подождите. Вот это пожар потушим здесь. Мы просто тут крыс убивали вот это. Не обращайте внимания. Все, можете вот это переодеваться. Не отвлекаем вас, ага. Фух. Так. Ага. Эээ, брат. Тебе люстру повесить, брат. Ну, да, вешай. Но вот ты уже повесил. У меня здесь, кстати, люстры даже и не было. Ну, молодец. А как ты здесь, ты же это чистил снег мне на... Ну, ладно. Многофункциональные рабочие получаются. И снег чистить могут, и люстру одновременно могут вешать вот это. Ладно, Генка, ты тут присмотри за Настенькой. А мы, мелкий, с тобой давай на первый этаж спускаемся. А ты иди снег чисти, а не на люстре здесь зависай. Давай, все, повешал люстру, пошел обратно. Давай, быстро. Ага. А мы с тобой, мелкий, на первый этаж. Я тебе сейчас, кстати, кое-что покажу. Ты, может, наверное, это даже не видел, но у нас кухня появилась. Пока нас с тобой здесь не было. Нормальная прям такая кухня. Ремонт прям уже в процессе. Осталось мою комнату законную отремонтировать. Потом твою, мелкий вот эту комнату под лестницей. Вот здесь ты будешь жить. Ты же мне проспорил в предыдущих сериях, когда мы с тобой на комнату спорили. И можно жить в этом доме? Я так думаю. Это та крыса? А мы что, ее наковальне не убили, что ли? Значит, Степка зря пострадал от кирпича, что ли? Так, мелкий, тащи бензин и тащи огнемет. Сейчас еще раз повторные процедуры будем повторять с этой вот крысой. А куда она, кстати, побежала? А-а-а, вот ты где? Как? Ага, она через дырку в комнату с Настенькой забежала. А-а-а, мелкий, готовься. Сейчас будет настоящий цирк. А-а-а-а, мамочки, пожалуйста, помогите! Ну я же говорил, присматривай за ней, Гена. Ты что, крысу в комнату к себе пустил? Так, как нам от нее избавиться-то хотя бы? Она последняя здесь в нашем доме осталась. Даже вот эти мышеловки не помогают ее словить. Гена, присмотри за Настенькой. А ты, мелкий, пошли за мной. У меня есть план Б, который я подготовил заранее, на всякий случай, для вот этой вот крысы. Ты, вы, вы, вы лежите, Настенька, отдыхайте перед работой. Вам скоро трудиться и вот этого, и Степу спасать. Пошли, мелкий, в наш старый дом. Ты, мелкий, что думал? То, что если мы в нашем старом доме не живем, то я его никак использовать не буду? Конечно, буду использовать. Ты, кстати, заметил, как вот эта вот крыса, которая только что выбежала, сыр любит. Она везде с собой таскает маленький кусочек сыра. Поэтому я так и решил, вот буквально на днях, то что я, заходи, то что я в нашем старом доме небольшую фабрику производства сыра устрою, как ты можешь заметить. Для того, чтобы раз и навсегда выманить эту крысу куда-то и, наконец-то, от нее избавиться вот так вот. Собирай, короче, весь сыр, который здесь у нас есть. Все вот эти вот блоки мы с тобой переработаем в маленькие вот такие вот кусочки. И отправимся с этим всем добром обратно к нам домой. Кстати, знаешь, что, мелкий? Ты вот это, ты собаку свою, которую мы вот это с тобой в гараже закрыли, тоже можешь к нам туда в дом перетащить. Только перед этим самое главное накорми ее и помой. А то она воняет, мелкий, хуже, чем ты, когда неделю не моешься. И не смотри так на меня. Ты реально часто неделю не моешься. Я эту крысу так сыром накормлю, то что она лопнет просто мелкий. Собаку тащи и потопали вот сюда. Слушай, а может ее бульдозером переехать? Может хотя бы это сработает, не? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»?